всем огромный привет добро пожаловать на мой канал сегодня я покажу вам нашу барбекюшницу одну полезную штучку и какие мамины цветочки вы меня просите все это показать и я с огромнейшим удовольствием сегодняшнем влоге вам это все покажу так что кому интересно продолжать смотреть вот у нас здесь такое крылечко и здесь вот растут мои розы сейчас я вам их покажу они правда еще не все зацвели это вот петунья которую мы вам показывали зацвела а вот эти цветочки покупал в прошлом году и мама их в общем как-то там прикопала в общем они посеялись и вот такая вот красота теперь растет а это мои розы правда если она будет опрыскивать вот такие вот они мне сейчас скоро будут цвести как зацветут я вам потом опять тоже покажу и вот одна из них зацвела уже вот такая розовая такая красивая маленькая на правда и вот такая вот у меня еще большая есть роза огромная я бы так сказала вот но она вот эта ветка у нее сломана не знаю хотела ее подстричь но смотрю вроде бы она хорошо пошла и у нее вот такие цветы вот такие вот которые очень красивые они очень вкусно пахнут и сладковато фруктовым ароматом но вы знаете девочки они держатся всего два максимум три дня и потом будто бутоны опадают и первые бутоны которые они выпускают они немножко видите такие плохенькие но у меня сейчас еще для тут сидела поэтому видите она немножко такие вот она и эти бутоны уметь еще очень такие тяжелые вот это у меня красная роза еще вот такие у нас тут горшки есть классные вот такие цветики а я не помню как они называются их покупала по весне и вот там вот второй еще горшочек так что такая у нас насажена красота это наша беседка которую построил мой муж сам и на ней видите такие вот эти вот я повесила кашпу которая тоже покупала видите как красиво цветет он как какая красота видите да вот такая вот и вот такая у нас беседочка здесь вот а вот здесь вот сбоку от беседки у нас вверх 10 цветочки я вот все-таки посадила вот этот цветок посадила в горшок ведь он что немножко цвета это очень занесу его потом зимой в дом здесь я тоже цветочки у нас потому что меня пытается соорудить фонтан но он не любит чем делать как плетистый этот цветочек и вот здесь вот муж делает вот такую классную штуку ведь эта труба будет навес потом еще сверху и вот коптильня которую сварил мой свекор тяжелая вот эта крышка она стоит внутри здесь можно и шашлыки жарить но сейчас у меня поставил коптильню то есть он внизу вот так вот там поджигает и 10 коптится но коптильня вот эти кстати еще смотрю много где продаются для рыбы для мяса кстати очень хотим именно мясо закоптить индейку я хочу грудку индейки если кто-то из вас коптил обязательно напишите мне в комментариях как вам как вы это делали нужно предварительно отваривать или нет потому что я не знаю везде пишут по-разному и здесь вот он сделал себе такой ну эти тут еще немножко не наделано такой уголочек как ну чтобы тут все резать и так далее вот он тут за бетонировал все тоже все сделал сам из кирпичиков такой у нас кстати еще мангал есть это покупной вот и у меня муж приобрел вот такой кран сейчас я вам покажу его подключу вот правда мужу нужно тут еще много что переделать так что сейчас все покажу покажу как он был запакован и сейчас покажу как он работает у меня муж тоже все включил сразу идет теплая вода сразу же это круто просто а вот здесь вот мамин пионы я сегодня буду их пропалывать вот отсаживала какие цветы и отсюда в общем другую клумбу делали даже вам покажу вот только они у мамы что-то все розовые получились по итогу посмотрите какие классные цветочки ой какая красота смотрите махровый такой вот такой какой-то еще странный у мамы вот они видите какие бутончики пионы красивые там похоже белый и вот этот вроде бы красный должен быть тоже скоро зацветет они тут так разрослись вообще надо будет прополоть и вот такие вот эти виду не уж показывала ведь они у нас так вот стоят красивенько в горшочках так что вот так вот так что вот такой у нас тут уютный уголочек на мой взгляд сеточка тоже вот это сарай мужа вот такая красота вот этот водонагреватель который я вам сейчас показала извиняюсь коробка грязная вот видите какой вот такой ссылочку я на него оставлю то есть вы его включаете он подключился до шланг с холодной водой вы подключать и сразу у вас идет теплая вода это круто вообще потому что у нас отопление газовое но тянуть туда на улицу вот этот ну водопровод это конечно очень накладно скажем так выходит а вот такой то есть у кого например дача у вас нет центрального отопления и ведь и нет потребности в больдере то есть это получается проточный водонагреватель очень классная вещь вот для дачи мне кажется вообще идеальный просто вот видите его мощность всякое давление воды вот такая вот всего за 35 секунд действительно действительно сразу включаете сразу теплая водичка у нас даже газовый бойлер не сразу вначале идет холодная вода а потом уже идет горячая так что вот так вот так что вот такие вот у нас такая у нас красота теперь вот может будет доделывать потом тоже покажу как в итоге у нас все получилось там красиво я даже вот так вот мы когда жарко кушаем в беседке и мальчишкам помыть руки потому что постоянно им лень пойти в дом вымыть руки так все будет рядышком надо мыться туда будет купить антибактериально так что вот такая вот у нас коптильня больше я никак кстати не пробовала коптить кто-то говорит о том что можно в духовке еще коптить но я знаю что многие у многих из моих подписчиц тоже есть коптили мне об этом писали и если вы коптили когда-нибудь мясо напишите пожалуйста мне как вы вы делали потому что я читал этот рецепт и в интернете очень хочу грудку индейки сделать не знаю почему грудку но может быть и невкусно если вы знаете то напишите вот но кто-то пишет что нужно предварительно отваривать кто пишет что нужно замариновать специях на двое суток каждый по-разному в общем я буду очень сильно ждать ваших комментариев на тему если вы коптите то как вы делали мясо потому что ну мы в основном рыбу сейчас коптим я конечно любитель рыбы для меня это вообще красота каждые выходные у нас вкусная рыбка коптим разного очень понравилась кумбрия коптили и окуня и камбалу коптили и и кого-то еще в общем много всяких рыбок мы уже попробовали на самом деле да действительно очень вкусно но хотелось бы попробовать и мясо и по поводу этого водонагревателя на самом деле это прикольная вещь для дачи и так если вы приезжаете на выходные для какой-то летней кухни мне кажется это очень классная вещь потому что мне муж говорит что тянуть водопровод с теплой водой и в общем это целая морока поэтому такой тем более на только на лето на зиму мы его планируем снимать убирать в дом и потом обратно устанавливать принципе муж говорит достаточно быстро все устанавливать единственное что нужно там слив сделать еще общем всякого еще куча всего делать и по поводу всего остального огорода как вы заметили был ветер у нас то ветер то дождь то еще что то если хорошие денечки то конечно идем что-то быстренько делать обязательно поснимаю вам все остальное то что он там клумбу новую я сделала тоже поснимаем вот обязательно с мамой хочу поснимать маму нет тоже тут то в разъездах то туда то и сюда в общем поэтому нам как-то все не удается заснять наш сад огород хочу с мамой поснимать потому что я забываю название цветов я знаю только розы пионы там всякое такое всякие различные названия забываю поэтому вот поэтому обязательно будет такой влог я надеюсь вам понравилось такое видео я очень буду ждать ваши комментарии забывайте что ссылку на этот водонагреватель я вам оставлю внизу инфобокс ставьте пальчики вверх мне это очень приятно всех люблю целую до новых встреч